Господь, Господь, Слава Тебе! И когда Господь Иисус Христос пришел в город Капернаум и остановился в одном из домов, то множество людей пришли в этот дом так, что уже никто не мог войти туда, невозможно было пробиться ко Христу. И когда подошли вот эти люди, которые на носилках несли расслабленного, они не могли пройти к Иисусу. И тогда они сделали невероятное. Они взобрались на крышу, разобрали крышу дома и на веревках опустили носилки перед Иисусом Христом, носилки, на которых лежал расслабленный. И тогда, как говорит евангелист Марк, Иисус, видя веру их, не веру самого этого человека расслабленного, но веру других людей, которые его принесли, говорит, чадо, прощаются тебе грехи твои. Но за Иисусом всегда ходили не только Его ученики, за Ним ходили и Его враги, которые только искали повода, чтобы в чем-либо укорить или уличить Иисуса Христа. И вот они в себе сразу подумали, такие мысли у них в голове возникли. Кто Он такой? Разве может Он прощать кому-то грехи? Ведь прощение грехов это только дело самого Бога. Человек не может так говорить. И вот Иисус духом Своим узнал, что думают эти люди. И Он говорит, вот чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть прощать грехи, я говорю этому расслабленному, встань и иди. И тот час этот человек поднялся и пошел. Вот это очень необычно. Это действительно чудо. Не только потому, что человек сразу получил исцеление, но и потому, что он встал и пошел. Потому что человек, который долгое время находится без движения, который парализован, если даже он выздоравливает, то потом проходит длительное время его реабилитации. Человек буквально заново учится ходить. Так вот, братья и сестры, давайте отметим некоторые важные моменты в этом евангельском чтении. Во-первых, Иисус исцеляет расслабленного не по вере Его самого, а по вере других людей. Он увидел веру тех, которые Его принесли. Веры самого человека было недостаточно для этого исцеления. И вот это пример, как должны мы молиться, мы верующие люди, христиане, как мы должны молиться за своих ближних, за тех людей, которые просят, может быть, нас о помощи, или даже тех, которые не просят, мы должны на себе понести груз тех людей, у кого недостаточно веры. Тех, кто, может быть, сам не может помолиться даже за себя. Может быть, даже помолиться за тех людей, кто вовсе не верит в Бога. Мы должны понести этот груз. Это наша святая ответственность. И вот часто бывает так, что мы из-за себя-то порой не хватает веры нормально помолиться. Но Господь ставит перед нами большую задачу. Не только за себя ты молишься, но и за других людей, чтобы, видя твою веру, твою любовь к этим людям, Господь помиловал их. Затем очень важный и интересный момент. Вот этот диалог между Христом и Его врагами. Они говорят, может ли Он прощать грехи? Ведь прощать грехи – это дело Бога. И Господь Иисус Христос доказывает, что Сын Человеческий, так Он себя называл, имеет право прощать грехи. А это значит, Сын Человеческий есть Бог. Христос этим исцелением доказал, что Он не просто человек, не просто пророк или один из праведников. Он доказал, что Он Бог. Они сомневались, они, в общем-то, рассуждали правильно. Только Бог может прощать грехи. И Христос это доказал. Сыну Человеческому дана такая власть. Он – воплотившийся Бог. Люди, которые видели Христа, многие веровали в то, что Он Сын Божий, что Он Бог. Но многие не веровали, они думали, как это возможно, чтобы Бог, Творец Космоса, Творец Вселенной, стал таким же человеком, как мы. Но это чудо произошло. Произошло вот это невероятное событие, когда Творец Вселенной стал человеком, принял человеческую природу. И Господь в Евангелии неоднократно это доказывает, что Он не просто один из людей, что Он не просто пророк. Он доказывает невероятными чудесами, что Он есть Бог. И вот это одно из тех чудес, которые подтверждает Божество Господа нашего Иисуса Христа. Вот такое наставление нам сегодня дает Господь. И дай Бог, чтобы мы действительно, во-первых, верили так, чтобы этой веры хватало и себе, и другим, и чтобы мы истинно чтили Господа Иисуса Христа, как воплотившегося Бога. Аминь.